МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Наш долг. Дай вам его. В студии Юрий Зинчук. Здравствуйте! Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим о всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия, 21 век, Санкт-Петербург сегодня, что это за город и как в нем жить, события, их последствия, явления, их причины, люди, их слова и поступки. И эта неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЖИМ Впервые за два года пандемии ограничительные меры, связанные с эпидемической ситуацией, коснулись детей. Прививаю детей, прививаю сама и всех своих родственников. ГУВЕРНАТОР НАЗВАЛ НЫНЕ СИТУАЦИЮ БЛИЗКОЙ К МОБИЛИЗАЦИОННОМУ РЕЖИМУ. РЕНЕССАНС ЭПОХИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИЛИ КОНЕЦ ЭПОХИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ Признание здания памятником – это определенные риски. Судьба многих архитектурных объектов, построенных в Ленинграде, сейчас в буквальном смысле поставлена на карту. Искалеченное детство. Маленький, что случилось? Где родители? В России зафиксирован резкий взлет преступлений, связанных с насилием по отношению к детям. Петербург не стал исключением. Кто насилует, убивает и издевается над нашими детьми? Как остановить это зло? Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки и молчаливые рыбы. Нет, теперь это не только цитата из Чехова. Теперь это почти хроника происшествий, связанных с появлением диких животных на улицах Петербурга. Но начинаем мы с главной даты в истории нашего города, которую мы отмечали на этой неделе. Точнее, есть три дня в году. Но всегда они сливаются в одно великое и страшное событие, границ и масштабов, трагедии которого мы не сможем оценить, наверное, никогда. Оно называется блокада Ленинграда. Это 8 сентября 1941-го, начало блокады. 18 января 1943-го, прорыв блокады. И 27 января, полное освобождение. Причем именно освобождение, а не снятие. Никогда ленинградцы не говорят снятие блокады. Снимает блокаду враг, а освобождают только свои, только наши. И причем это тот единственный случай употребления этого слова в русском языке, когда освобождение пишется именно с большой буквы, как имя собственное, как что-то великое. Так, как в Библии иногда обозначают некие архетипические ценности на уровне добра, зла, света, тьмы. Мы часто пробалтываем эту фразу. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. И вот 27 января, это как раз тот день, когда не надо пробалтывать. Нужно остановиться, задуматься, а что это было? И было это не так давно, 78 лет назад. Еще, слава Богу, живы те герои, которые прошли через этот ад. То есть, по историческим меркам, это было всего лишь мгновение назад. И все это здесь, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Почти в каждой семье, родившихся в Ленинграде, есть своя история жизни, связанная с блокадой или смертью. Вот вы никогда не бывали на Пискаревском кладбище в темное время суток? Не утром, когда здесь в дни траурных торжеств проходят официальные мероприятия. А именно в сумерки, когда черными гробовыми пятнами сотни гранитных плит лежат на белом снегу. И под каждой такой плитой сотни, сотни и сотни погибших людей. Как выбито на постаменте, здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты и красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали от тебя, Ленинград. И не надо говорить никаких слов. Надо лишь вдуматься в суть цифр, связанных с блокадой. Это холодные цифры бесстрастной статистики. Просто посмотрите, постарайтесь понять, как такое было возможно. Ответить нельзя. Потому что это не поддается пониманию с точки зрения человеческих возможностей. 258 тысяч бомб и артиллерийских снарядов было сброшено на осажденный Ленинград. 3175. Разрушено и сожжено здание в блокадном Ленинграде. 98 тысяч детей родились в блокадном Ленинграде. 144 тысячи литров доморской крови сдали жители блокадного Ленинграда для фронта. 649 тысяч жителей Ленинграда погибли в осажденном городе, согласно официальным данным советского периода. По последним исследованиям, во время блокады в Ленинграде погибли до полутора миллионов человек. Точная цифра погибших и умерших в осажденном Ленинграде до сих пор неизвестна. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы возвращаемся к неизменной традиции эфиров нашей программы «Пульс города». Каждый год, 27 января, мы едем на Пискаревское кладбище и записываем там свидетельства тех, кто знает о блокаде не по учебникам истории. И пока у нас будет такая возможность записывать слова блокадников, мы будем это делать каждый год. И будем показывать их вам, чтобы помнили, чтобы знали. Это пожилые люди. Они среди нас, каждый день ходят, ездят в метро, в автобусе. Мы их часто видим и часто не обращаем на них никакого внимания. А они и есть те самые герои, которые выжили в этом аду. Вот давайте остановимся рядом с ними и спросим, а что это было? Расскажите. Мы хотим знать, мы хотим помнить. Давайте послушаем эти свидетельства. У меня самое страшное, это, конечно, мама. Мама, мы ночевали вместе, но холодно же было. В одной кровати проснулся, светло на улице, значит, проспал. Я мама будить, мама не встает. Мне было 4,5 года, ну вот, не встает. Я перелезаю через нее, я понял, что она умерла. Оделся, иду по лесенке, глаза, слезы затекают, я не вижу дороги. Держусь за перила и, значит, это, догоняет меня мальчик. Егор звали. Видите, а ты, говорит, что ревешь-то? Я говорю, мама умерла. А он говорит, ха, у меня давно мама умерла. Страшно было, когда бабушка с голоду гибла, и папа ей отдал карточку свою. А сам потом, как говорят, что что вы там думаете, он нехороший, умирает, карточку потерял. А он не потерял, он отдал бабушке. Единственное, что помню, вот это, как мы сидели дома с братом одни, и как крысы выползали в комнату прямо нам из-под мебели. Это я помню, мы боялись очень. Я про голод, мне было 4 года, мало чего помню. Я помню, что было очень холодно, вот это я помню. Самое такое страшное воспоминание было, когда еще только начались налеты авиации. Дело в том, что тревогу объявляли тогда, когда самолеты уделили над городом. Здесь же был пригород. И немцы здесь летали без всяких опасностей. И вот был момент, очень хорошо помню, мы с мальчишками играем во дворе, летят истребители. Прямо пикируют на нас, вот мы сходим, самолет прямо на тебя летит, падает, представляете? Ужасно. Вот память врезалась, просто очень сильно туда. И давайте продолжим эту тему исторической достоверности и холодной бесстрастной статистики. В цифрах, в воспоминаниях очевидцев, в кадрах хроники. Потому что это правда. Это не просто дежурные слова, которые мы часто слышим в эти дни. Они порой безличны. А вот хроника и факты дают возможность хотя бы отчасти представить весь ужас этого ада. Под названием 872 дня блокады. И вот одно из таких свидетельств. Слова «голод», «холод», «норма хлеба в 125 граммов в сутки». Мы знаем об этом из учебников истории. А что это было на самом деле для тех, кто выживал тогда в блокадном Ленинграде? Давайте это увидим. Как бы тяжело это ни было. Мы сейчас покажем кадры документального фильма. Он был снят сразу же после прорыва блокады. В 1943 году. Он долгое время лежал на полке и был, что называется, ДСП для служебного пользования. Называется этот фильм «Алиментарные дистрофии и авитаминозы». Режиссер Ной Галкин. Врач. Фильм предназначался исключительно для медицинских работников. «Алиментарные дистрофии» снимали и в Первом медицинском институте, и в Военно-медицинской академии, и в больнице Академии Мечникова. Нигде больше с такой точностью и достоверностью не показаны жертвы блокады Ленинграда, как в этом учебном медицинском фильме. Смотрите. Напомню, это кадры 1943 года. Страдания, связанные с недоеданием, многообразны и получили название «Алиментарного истощения» или «Алиментарной дистрофии». У больного резко выраженная адиномия. Больной медленно раздевается, медленно двигается. Хорошие результаты дают переливание крови дробными дозами. 100-150 граммов через день или два. При тяжелой форме «Алиментарной дистрофии», где запасные силы организма на пределе, переливание крови противопоказано. Этот фильм вы можете увидеть до 28 февраля в памятном зале «Монументы героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. Там сейчас проходит выставка «Жить – значит бороться». Экспозиция посвящена медицине блокадного Ленинграда. Этот фильм «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» нужно посмотреть, чтобы потом не задаваться вопросом. А почему мы так часто говорим о том, какое значение для нас, ныне живущих в городе Наневе, имеет блокада Ленинграда? Ну и продолжим тему блокады. Сейчас не так много следов осталось в городе, свидетельствующих о той жестокости, с которой фашисты бомбили наш город. Даже следы от снарядов на колоннах Исаакиевского собора, которые показывают туристам, это лишь то, что уже оставили после реставрации. На самом деле эти колонны все были испещрены осколками, почти как колонны Рейхстага в Берлине. Все отреставрировали, рано удалили, оставили лишь несколько сколов. И поэтому невозможно понять, а что из себя представлял истерзанный бомбами Ленинград. И как в этом аду удалось спасти сотни уникальных памятников мирового значения. Ведь спасали не только Ленинград, но и памятники Ленинграда. И это было не менее важно, чем спасти весь город. Ленинград без памятников – это не Ленинград. Итак, спасенная красота. Репортаж Антона Цумана. Две скульптуры у домика Петра Первого на Петровской набережной. Львы Шитза. Снять и закопать в саду у домика Петра Первого. Здесь. Или мраморные скульптуры в Летнем саду. Вон там. Снять и зарыть в землю подлинники, остальные накрыть ящиками и засыпать песком. Вот лишь две выдержки из списка 41-го года. Список городских монументов и перечень мероприятий по их защите. Каждому здесь отведена своя строчка. Строчка в истории того, как защищали не только сам Ленинград, но и его памятники. Причина такого тщательного подхода уже в первые дни войны очевидна. Да, не предполагалось, насколько тяжелой и страшной будет блокада. Но готовились к бомбежкам и обстрелам. И только-только созданному музею городской скульптуры было поручено сделать то, что в мире еще никто не делал. Придумать защитные меры. Сегодня медный всадник не виден. Окружен защитными конструкциями. Все потому, что еще не закончилась реставрация. Но осенью 41-го года он выглядел почти похожим образом. Что называется, найдите 10 отличий. Только цель была другой. Защитить гений места Петербурга. Существовал вариант скрыть статую Петра под водой. В Неве, прямо напротив площади. Но быстро выяснилось, что глубина в том месте еле-еле покрывает статую с головой. 5,2 метра воды против 5 метров статуи. А расчеты показали, что вода плохое препятствие для взрывной волны и осколков. Поэтому и приняли решение соорудить защитное укрытие. Из бревен, досок и мешков с песком. Просит прораб, который ведет работу на медном всаднике, отпустить дополнительно тысячу штук мешков для работы по памятнику. И он еще пишет, что 700 штук мешков не получено. По прежней заявке еще не получено. Еще не подвезли. Это сколько, получается, уходило? Да, более трех тысяч мешков нужно было для укрытия статуи. В руках заместителя директора по научной работе Музея городской скульптуры Надежды Ефремовой папки уникальных документов. Свидетельств того, насколько ответственно и скрупулезно подходили к этой задаче. Вот технический список работ по медному всаднику. С мета. Полный отчет. В кубометрах, килограммах, рублях, человека-часах. И каждой статую приходилось искать индивидуальный подход. Например, как не навредить уникальной статую Николая Первого, которая держится всего на двух точках опоры. И вот здесь была предложена технология не только мешки с песком, но и маты, простеганные маты из мешковины, но набивались меньшим количеством песка. Получался вот такой эластичный мат, да? И вот, видите, обкладывалась скульптура. Отголоски этого опыта можно найти и в современных мастерских. По сравнению с военным временем, условия, в которых укрывают произведения искусства в наши дни, фактически стерильные. Единственное, от чего может пострадать скульптура – от транспортировки. Поэтому вместо песка специальный наполнитель. Но от дерева отказаться даже в 21 веке не получилось. В основном это будет такая ветро-влагозащита. То есть, если это, например, в парке устанавливать, то вот такими щитами несколько щитов ставится сверху, и закрывается скульптура, и она спокойно зимует. А если представить, что вот это переместить туда, в блокадный ленинград, осколок задержит? Нет, не задержит. Не задержит? Не задержит. То есть уже все, нет такой необходимости? Такой нет, да. Но это сегодня. А осенью 41-го, когда враг уже вовсю рвался к городу, не хватало ни людей, ни ресурсов. Поэтому защитный барьер из песка и досок получили не все скульптуры. Свинцев укрыли только в 43-м. Кутузова и Барклая-де-Толли закрыть просто не успели. А Суворова у Марсово поля оставили оправданно, рассчитывая на силы батареи зенитчиков, развернутые поблизости. Получилось символично. Великим полководцам не к лицу боятся вражеских обстрелов. А соорудить укрытие для коней Клотта на Аничковом мосту помешал, собственно, сам мост. В то время это был стратегический объект. И чтобы не давать вражеским летчикам лишний ориентир, статую просто убрали с привычного места. А вот на этом месте, в саду Аничкова дворца, бронзовых людей и коней буквально закопали по шею в землю. Да, звучит просто. Взять и закопать. Но в понимании специалистов, это не яма, а техническое сооружение. Сначала устраивался водоотвод. Затем на деревянные катки опускали скульптуру, предварительно обработанную техническим вазелином и обернутую вощеной бумагой. И только потом осуществляли земляное укрытие. Головы людей и коней под землю не поместились. Над ними сооружался защитный купол из досок и песка. И это лишь один эпизод. Не все туристы одного из самых посещаемых музеев-заповедников мира Петергофа знают этот факт. Скульптуры парков и фонтанов приходилось прятать под землю. Немцы рвались к Ленинграду. Вывести все ценности музейщики не успевали. Поэтому хранители и разработали целую спецоперацию. Вот здесь мы видим на фотографии верхнюю часть, верхний грот, каскада Шахматная гора, рядом с которым в 1941 году были захоронены мраморные скульптуры. Получается, их уже достаются. Да, они захоронены были здесь же, на склоне возле каскада. Вот тут? Да, в 1941 году. Автор-составитель альбома «Петергоф в годы войны» Павел Петров показывает примерное место укрытия скульптур Шахматной горки. Вот так они и лежали на оккупированной территории, как в братской могиле. Заранее подготовленная яма утрамбовывалась со всех сторон глиной. Затем насыпалась подушка из песка, на которую клали скульптуру. Сверху также песок и глина. Последним шел слой земли и дерна для маскировки. Способ сработал так хорошо, что удалось спасти от разграбления 57 из 63 мраморных скульптур. Самая драматичная история произошла со статуей Ева. Когда Петергоф был освобожден, ее поначалу посчитали утраченной. Прямо на месте укрытия музейная комиссия обнаружила немецкий блиндаж. Они спустились в эту землянку. И действуя чисто из интуиции, Тихомирова предложила скрыть деревянный пол. То есть вот эти доски поднять на полу землянки. И вот под самими досками, когда их скрыли, буквально там на глубине 15-20 сантиметров они копнули, они обнаружили скульптуру Ева. То есть немцы не докопали до нее совсем немного. То есть получается чуть-чуть и все. Три года в земле, в сырости, где рядом рвутся снаряды, для мрамора тяжелые испытания, уверяет специалист русского музея Виктор Мельников. Камень покрывается плесенью, деградирует клей, который использовался для предыдущих реставраций. Сегодня даже копии скульптур летнего сада укрыты на зиму специальными чехлами. А тогда другого выхода, кроме как законсервировать статую в земле, просто не было. На ближайшем газоне вот выкапывали яму размером там 2 метра, полтора на 2 метра глубиной. То есть 2 на 1,5? Так вот примерно как, если вот здесь вот показывать? Ну вот полтора метра, да, то есть 2 метра и 2 метра глубиной. Эти траншеи копали в основном женщины и дети. Анна Ахматова сохранила воспоминания о том, как укрывала землей свою любимую скульптуру – ночь. Затем летний сад стал военным объектом, на который за три блокадных года упало больше сотни авиабомб и снарядов. Памятник Крылову, несмотря на укрытие, частично побило осколками. Но ни одна мраморная статуя от них не пострадала. Из-за того, что на небе стояли корабли Красногвардейского Балтийского флота, то немцы пытались достать до них, и весь недолет он попадал как раз в летний сад. То есть сюда? Да, вот сюда, вот здесь вот тоже очень много было попаданий бомб и снарядов. О том, насколько разрушительными были осколки снарядов, можно судить по этим следам. На границе Исаакиевского собора, Аничкова моста. Лишь нескольких из десятков тысяч снарядов и бомб, обрушившихся на город. То, что сохранили как память. И поэтому, когда мы говорим «спасти Ленинград», речь идет не только о самом городе, но и о его памятниках, которые и правда спасли, не жалея сил, а порой и жизни. Антон Суман. Пульс. Города. На этой неделе губернатор Петербурга открыл новый памятник, посвященный истории блокады. Называется он «Памяти блокадных учителей». Он установлен в соляном переулке рядом с Музеем Бароны и блокадой Ленинграда. Инициатором установки памятной композиции стала заслуженный ленинградский педагог, ветеран Великой Отечественной войны Надежда Васильевна Строганова. В этом году ей исполнился, внимание, 101 год. 101 год. Карьеру учителя она начинала еще в 1940 году. Преподавала во время блокады, работала в воспитательном детском доме. Вместе с коллегами они спасли 620 ленинградских детей-сирот. Была награждена медалью за оборону Ленинграда. Великая женщина. Настоящий ленинградский учитель. И вот по ее просьбе и открылся этот новый памятник, посвященный подвигу учителей во время блокады. Губернатор Александр Беглов на церемонии открытия подчеркнул, насколько важно для нас сейчас сохранять эту память о школьном учителе года блокады. Сегодня мы открываем памятник блокадному учителю. Было трудное, тяжелое время. Работали женщины, дети, старики. И, безусловно, конечно, работали учителя, которые до конца оставались со своими учениками. Действительно, в городе тогда оставалось порядка 400 тысяч наших детишек. Ленинградцев. И из них половина была школьников. В конце октября было открыто 93 школы. А к концу декабря осталось всего-навсего в работе 39 школ. Это памятник мужеству всем учителям. Но прежде всего, конечно, блокадникам. Ну а теперь давайте еще раз вспомним тех, к чьим могилам мы приходим каждый год 8 сентября, 18 января и 27 января. Пискаревское мемориальное кладбище. Самое большое в мире братское захоронение. По очень приблизительным оценкам, почти полмиллиона человек похоронено здесь. Раньше на этом месте было маленькое сельское кладбище, фрагменты которого до сих пор можно увидеть за границей официального мемориала. Оно и называется Пискаревским. По названию располагавшейся здесь раньше маленькой деревни Пискаревка. Уже в январе 42-го года все кладбища Ленинграда были просто завалены телами умерших. По решению руководства города массовые захоронения начались на огромном пустыре на северной окраине города, уже дорожной станции Пискаревка. Количество погребенных в день составляло от трех до десяти тысяч человек. Хоронили в огромные могилы траншеи, закапывали буквально бульдозером. И лишь потом, уже в 1956 году, на площади в 26 гектаров, началось строительство мемориального комплекса по проекту архитекторов Васильева и Левенсона. И знаменитые слова, которые выбиты на граните у подножья памятника «Родина-мать», написала Ольга Бергольц. Вот давайте послушаем, как рождались эти строки, которые стали эпитафией в память о великом подвиге умирающего, но спасенного Ленинграда. Уже после войны замечательный и много сделавший для Ленинграда архитектор Евгений Адольфович Левенсон предложил мне принять участие в оформлении Паскаревского кладбища. Это Багатское кладбище. Когда Евгений Адольфович перевел меня на кладбище, я была потрясена. Огромный, почти в километр, грядой холмов. В лескупо было высечено. В 41-й, 42-й. С сербом и молотом на этих маленьких бетонных врезках были отмечены гражданские звездочкой военной. И как-то сами пришли строки. Здесь лежат ленинградцы. Здесь мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты, красноармейцы. Всей жизнью своей они защищали с тебя. Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Продолжаем выпуск и переходим к другим темам этой недели. Главная из них – это, конечно же, ситуация, связанная с осложнением эпидемической обстановки. Еще месяц назад это казалось абсолютно невозможным. А сейчас это уже суровая реальность наших дней. Внимание! Более 13 тысяч инфицированных за сутки в городе фиксируется. Это пятая по счету волна за всю историю пандемии. Самая масштабная. Настолько, что губернатор Александр Беглов назвал эпидемическую ситуацию в городе близкой к мобилизационному положению. То есть уже полувоенные меры принимаются. Впервые, например, за два года пандемии были приняты ограничительные меры, которые коснулись исключительно детей и детского отдыха, и дополнительного образования. Продолжат работать только кружки и секции в школах. Именно в школах. А в остальном, цитирую по тексту документа, запрещается посещение детьми до 18 лет зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, крытых ледовых катков, океанариумов, аттракционов, а также спортивных, культурных, торжественных и иных мероприятий в качестве зрителей. Исключение. Продолжатся занятия в профессиональных спортивных клубах. Итак, новая реальность, в которой мы оказались, считается экстремальной. А любая экстремальная ситуация требует принятия экстремальных мер. Каких? И какие меры уже приняты, а каким надо готовиться? Об этом в репортаже Александра Лисицына. В Фрунденский район к парадной одной из пятиэтажек идет участковый врач Дмитрий Лугунов. На нем защитный костюм, на лице маска. И на улице все должно быть по регламенту. Но прохожие даже не оборачиваются. Два года живем в эпохе пост-ковида. Картина привычная. Здравствуйте, врач из поликлиники. По ступенькам в советских панельках лифт есть не везде. До квартиры пациента. Перед приемом проверить бокс с лекарствами и документами. И внутрь. Несколько минут там. Сухое. Температура. Назначен домашний режим. И дальше по адресам. Это первый. Смена только началась. По дороге Дмитрий рассказывает. Ковид никуда не делся, работы меньше не стало. Статистика вещь коварная. Раньше опасность вспышки измеряли количеством коек в больницах. Теперь каждая квартира может стать красной зоной. Рабочая смена одной бригады 8-12 часов. За нее врачи успевают объехать 30-50 адресов. Раньше пациенты по незнанию, из-за того, что были более напуганы, они дольше вопросов задавали, дольше держали на дому. Сейчас, как правило, все все знают. Им важно, пациентам, чтобы врач их посмотрел, послушал, провел аускультацию и исключил что-то плохое. Теперь и обычные поликлиники тоже передавая. Если симптомы легкие, петербуржцы сами приходят на прием. На пике заболеваемости главный санитарный врач Петербурга даже отменила профилактический осмотр, диспансеризацию и плановый прием. Это необходимая, но временная мера. Естественно, это не касается экстренных случаев пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну или сдачи анализов, необходимых для операции. Вот так выглядит холл обычной городской поликлиники во время очередной волны коронавируса. В той стороне находится так называемая чистая зона. Там кабинеты профильных врачей. Лор, хирург, офтальмолог, другие специалисты, которые напрямую не работают с респираторными заболеваниями. Разумеется, попасть туда можно только пройдя температурный контроль. С другой стороны, опять-таки говоря, языком медиков так называемая грязная зона. Именно сюда направляют всех пациентов с подозрением на коронавирус. И в день на пике заболеваемости через этот буфер проходит до 300 пациентов. Здесь же, кстати, находится и колл-центр. Сейчас там работают 5 специалистов. Это усиленный режим, обычно их всего трое. Ну и вот, собственно, кабинет дежурного врача. Здесь проводится осмотр и ставится диагноз. Если форма легкая, человек отправляет на домашнее лечение. Если форма тяжелая, вызывает скорую. Вот на территорию Боткинской больницы въезжает неотложка. Это значит, кого-то выписали, и его койку сразу занял другой пациент. Среди сотрудников самой больницы уже болеют 30 специалистов. И есть ощущение, что это только начало. Возросло количество привитых. Они действительно болеют легче. И именно поэтому нашим гражданам кажется, что это, в общем, легкое заболевание. Но те, кто не привиты, таких достаточно, они продолжают госпитализироваться и болеют тяжело. Бизнес, кажется, тоже недооценил опасность нового штамма. С начала этого года сразу несколько петербургских заведений объявили бойкот QR-кодом. Городские власти и полиция ответили рейдами сразу по 20 адресам. Главная барная улица Петербурга на этой неделе напоминала зону боевых действий. Рядом со многими заведениями дежурили сотрудники силовых ведомств. Места на парковке заняла спецтехника. Справедливости ради обошлось без жестких столкновений. Так, а нам навстречу ждет. Отошли, не летаем за ходом. Владелец одного из баров на Рубинштейна попытался прорваться внутрь. Люди в форме вежливо объяснили, пока не будут соблюдаться правила безопасности, нельзя. Более того, большинство специалистов в сфере медицины оценили этот демарш в условиях, когда количество заболевших людей каждый день увеличивается на полторы-две тысячи, как настоящую провокацию. Серьезной ситуацией показывает и другая статистика. Врачи уже называют омикрон детским штаммом. С 3 по 9 января в Петербурге было госпитализировано 93 ребенка. С 17 по 23 уже 246. Городские власти отреагировали на тревожные цифры новыми антиковидными мерами. До середины февраля дети до 18 лет не смогут посещать общественные места. От кинотеатров и зоопарков до катков и бассейнов. Зато петербургские школы пока на удаленку не переводят. Хотя на домашнем обучении уже больше 2000 классов. Это десятая часть от всех учеников. Карантин крайние меры. Есть школы, в которых почти половина классов находится на дистанционке. Есть школы, в которых треть классов отправлены. Но есть школы, в которых ни одного класса нет. Ушедшего на удаленное обучение. Поэтому почти половина школ работает сейчас практически в обычном своем режиме. И мы будем стараться столько времени, сколько позволит нам эпидемическая ситуация. Все-таки оставить право принятия решения за директором школы. Еще одна городская поликлиника. Еще один кабинет вакцинации. Дежурная медсестра достает из морозильной камеры упаковку. Вроде бы рабочий момент. На самом деле целое событие. В Петербург на этой неделе привезли первую партию детской вакцины от коронавируса. Раствор внутри этой ампулы, в отличие от взрослого варианта, разбавлен в пять раз. Первая партия совсем небольшая. Чуть больше двух тысяч комплектов. Но в этой поликлинике перед кабинетом вакцинации уже небольшая очередь. Первопроходцы младше 18-ти сначала немного стесняются. Тут камера, там родители. Но потом неожиданно начинают рассуждать. Кстати, совсем как взрослые. Я и с мамой советовался, и сам обдумывал этот вопрос. И я с двух сторон был за, в принципе, почему нет. Маме даже сильно не пришлось меня уговаривать. Врачи поликлиники не скрывают. Поначалу опасались за темпы детской вакцинации. Но первая партия уже почти ушла. Прием расписан на неделю вперед. Для нас самая была большая проблема, что не столько дети будут против вакцинации, сколько родители могут, так сказать, быть скептическим настроем в отношении вакцинировать детей или нет. Но мы видим, что родители приходят те, у которых и несколько детей. И они заинтересованы в том, чтобы старшие дети, которые себе не заражали, младших, не болели тяжело. Новый 2022 год с самого начала показал. Борьба с ковидом никуда не исчезла. Это все тот же смертельно опасный вирус. Это все те же врачи-герои. Это все тоже противостояние. Просто в несколько других декорациях. Пока же Петербург проходит пик очередной волны пандемии. Реальность, в которой мы сегодня живем, продолжает меняться на наших глазах. И какой она будет завтра, зависит от каждого. Александр Лисицын, Пульс города. Очень важный закон был подписан на этой неделе президентом Владимиром Путиным. Его появление было обусловлено трагедией в Костроме. Помните, когда двое извергов, педофил и его сообщник, похитили, изнасиловали и убили пятилетнюю девочку? Ребенок кричал и просил о помощи, но никто из многочисленных прохожих не обратил на это внимания. Преступление произошло в оживленном месте, возле Дома культуры. Расправили с ребенком зверски. Пятилетнюю девочку привели в старое общежитие, там насиловали, а потом безжалостно убили. И после этой страшной трагедии Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Сейчас по всей стране вообще пошла страшная волна преступлений против несовершеннолетних, когда безжалостно, зверски обращаются с детьми. Вот, например, в Алтайском крае мать, если можно так ее назвать, ее сожитель выгнали на 20-градусный мороз пятилетнего мальчишку. Потому что ребенок мешал им, и они его выставили за дверь на улицу, предварительно полностью раздев его. Сняли, внимание, даже трусики с мальчика. Если бы не соседи, ребенок замерз бы прямо на улице. Вот посмотрите на эти жуткие кадры. Это что такое происходит? Маленький, что случилось? Где родители? Где, мой хороший, кто есть? Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и опеки не могли попасть в дом около получаса, так как оба взрослых были пьяные. Выставленный голым на мороз ребенок позднее рассказал, что его выгнали на улицу в качестве наказания. Отчим рассердился на него за испачканный стол. При этом мать оправдывала своего сожителя и выдвигала другую версию. Якобы мальчик сам выскочил голым на улицу. Он очень хотел в туалет. Его полуторагодовалого брата нашли избитым с множеством синяков на лице и теле. Со слов матери, она наказала его за то, что он мешал ей отдыхать. И это, внимание, Россия, 21 век. Итак, искалеченное детство. Почему сейчас зафиксирован резкий взлет преступлений, связанных с насилием в отношении к детям? И Петербург не стал исключением. Кто насилует, убивает, издевается над нашими детьми? И как остановить это зло? Репортаж Ивана Убарова. Нарушение прав детей и сирот в Забайкальском крае. Безвестное исчезновение ребенка в Новгородской области. Уголовное дело о получении травм подростком в Ставропольском крае. Это сайт Следственного комитета Российской Федерации. Здесь не то, чтобы каждая вторая новость, а каждая новость за последние два дня касается детей. И сколько таких ужасающих историй только за последний месяц были главными в выпусках новостей. Маленькую Веронику похитили двое мужчин. Спасти малышку не успели. Двое мужчин сначала изнасиловали, а потом убили девочку, буквально искромсав ее ножом. Родная мать хладнокровно избивает невинную полуторагодовалую малышку. 16 января на проспекте энергетиков в этой квартире умерла 8-месячная девочка. Дедушка увидел ребенка в коляске. Это как с 10 утра просто не подходить к собственному ребенку? И вызвал скорую. А скорая лично нам сказал, когда уже скорая вышла из квартиры, что ребенок давно умер от холода и от голода. Что на самом деле случилось в тот день за стенкой, соседки не знают, ничего не слышали. Они, как и все, видели в новостях сухие сводки. Острая легочная недостаточность и черепно-мозговая травма. Причина смерти ребенка. Никто не бил. И делали МРТ. Никаких следов, ничего нет. Откуда это все взялось, непонятно. Ребенка не били. Пьяные, пьяные, да. Но никогда ребенка не роняли, никогда ребенка не били. Ребенок ухоженный, здоровый, веселый. Это бабушка погибшей девочки. А вот квартира, в которой жила малышка. Сложно поверить, что в таких условиях младенец рос здоровым и ухоженным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдай отсюда! Уйди, *** отсюда! Эти кадры, снятые в одном из колпинских дворов, шокировали всю страну. Денис Бельтюков, напившись, выгоняет жену из дома и берет в заложники шестерых детей, младшему из которых всего три года. О том, какой ужас происходил в этой съемной квартире, сегодня напоминает лишь это заколоченное окно. То самое, в которое Бельтюков выставил ребенка и грозился убить его. Я тебе сказал, ***! Ушел отсюда! Спустя 8 месяцев в суде он просил условный срок. А жена плакала и умоляла отпустить его на свободу. Детям нужен отец. Решение суда, колония, поселение. Но Бельтюков уже отсидел. И в эту квартиру он больше не возвращался. Семья воссоединилась и уехала в родной Архангельск. Алкоголь, отсутствие постоянной работы и домашнее насилие. Все все знали. И в Колпино, и на энергетиков. Молчать соседи не могли. Обращались в органы опеки. Ходили органы опеки, а они сказали единственное, что их не пускают. Что это халатность, равнодушие? Почему система защиты детей не защищает детей от самого страшного? В Петербурге это, как минимум, несовершенство самой системы. Представьте, вот один специалист. У него, например, его началом 5000 семей. А еще вы должны отвечать за то, что происходит с закрытыми дверями. Ну, например, у вас на участке, ну, не знаю, скромно говоря, да есть и кризисных семей. Вы что за месяц успели? Вот и получается, что ответственность за тех, кто не может сам за себя постоять, в каждом районе города возложена на перегруженного специалиста. Ждать, когда такой человек придет и постучит в дверь, Савелий не стал. Он сам написал в опеку. После смерти моей мамы в доме творится какой-то ужас. Постоянные пьянки и скандалы. Папа постоянно бьет что-то, кидает или орет на меня дико. Мне страшно, очень страшно. Помогите. К сообщению он прикрепил эти фотографии и подписал «Кухня при маме» и «Кухня при папе». Ты как-то искал этот номер телефона? Или как это было? Я не искал. Он был у папы. Он мне рассказывал про этот телефон. То есть, вот, телефон опеки сохраняя к себе. А для чего? А вот не знаю, зачем. Ну, чтобы я все-таки написал это письмо. Он, наверное, этого и сдал. Он редко с кем вот так может поговорить. Савелий в силу своего диагноза обычно молчалив. Мало говорю, но многое вижу. Вот так он пишет в своем онлайн-дневнике. Савелий попал в четвертый интернат в Павловске для особенных детей, где заметили, что он не такой, как другие воспитанники. Он хочет и, главное, может жить самостоятельно. Поэтому теперь парень получает профессию отделочник художественных изделий. А после занятий рисует все, что видит и чувствует. Это его способ разговаривать о том, что важно и сокровенно. Горячая линия. Здравствуйте. Это Ксения, психолог горячей линии. А вот номер, набрать который решаются немногие. Но здесь всегда готовы выслушать и, главное, помочь. Помочь всем. И взрослым, и самое важное – детям. Выклотите трубку и все. И дышу. За год работы здесь она услышала многих. Дети звонят с разными проблемами. От банальной несчастной любви до серьезных и трагичных. И каждого нужно вывести на предельно откровенный разговор, чтобы действительно помочь. Им всегда изначально нужно верить. Лучше ты ошибешься потом. Я могу спросить, что ты при этом чувствуешь. Это может быть злость, например. Он говорит, ну да, может быть злость. А когда ты злился еще? Они непрямые там. Что с тобой случилось? Кто тебя обидел? Он может и не сказать, он может любить того, кто его обижает. И бояться о нем говорить. Эта девочка попросила не показывать ее лицо и изменить голос. Она боится, что родная мать ее узнает, найдет и убьет. Она приехала в Петербург из Узбекистана. Ребенок занял денег и приехал за помощью. Потому что мама ее била и склоняла к самоубийству. Здесь, в социальном приюте «Транзит» рядом с девочкой постоянно находится психолог, который попросил нас не задавать ни одного вопроса про жизнь в Узбекистане. Только о будущем. Светлом будущем. Я хочу сначала писать свою книгу. То есть книгу о себе? Да, о себе. Какой это будет жанр? Жанр? Драма. Драма? Да. И вот таких драм в «Транзите» сегодня десятки, а за год сотни. Искалеченное детство, иначе и не скажешь. И когда видишь глаза этих детей, ком встает в горле. Потому что не должно быть такого. У этих ребят отняли детство. Их же родители. И можно сколько угодно жаловаться на несовершенство закона, бездействие органов опеки. Но главное, нужно просто не быть равнодушным к тому, что происходит у тебя за стенкой в соседнем доме или дворе. Не нужно бояться говорить, писать, звонить. Всего одно слово может спасти целую жизнь. Жизнь ребенка. Иван Уваров. Пульс города. Полетели дальше. А теперь о самых обсуждаемых новостях этой недели в соцсетях. Героем стал Заяц. Настоящий Заяц, который прибежал откуда-то из лесов Ленинградской области по замерзшей Неве в город. И, как положено туристу, сразу отправился в летний сад. Конечно, такая достопримечательность. Быть в Петербурге и не посетить летний сад. Это непозволительно. Даже для Заяца. Все зафиксировали камеры наружного наблюдения. Заходят в центр города и хищники. На прошлой неделе петербуржцы наблюдали пару лисиц. На льду Невы у Большоохтинского моста. Заолги говорят, что такое необычное поведение отчасти объясняется тем, что у многих животных сейчас начинаются гоны, и они заняты образованием семейства. А замерзшая Нева – это как прямой проспект, по которому животные из лесов и бегут к нам в город. Одним словом, помните монолог из Чайки? Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки и молчаливые рыбы. Теперь это не только цитата из Чехова. Теперь это почти хроника происшествий, связанных с появлением диких животных на улицах Петербурга. Посмотрите сами. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Другим новостям. На днях в КГО обсудили предложение Санкт-Петербургского союза архитекторов присвоить 18 зданиям статус объектов культурного наследия. Все постройки относятся к советскому периоду. Давайте посмотрим на карту и покажем лишь некоторые из них. В результате обсуждения категории памятников отнесли следующие объекты. Это ТЮЗ, Театр юного зрителя, учебный корпус ЛЭТИ на улице профессора Попова, здание спортивной школы на Малом проспекте Васильевского острова, яхт-клуб на Петровской косе. Отдельно будут обсуждать пять стаканов Пулкова-1 и дом Политкоторжан. Председатель КГО Сергей Макаров также отметил, что ряд зданий из представленного перечня до статуса объектов культурного наследия, по его словам, не дотягивает, но заслуживает сохранения. Рабочей группе, куда входят известные архитекторы города, чиновники, члены Совета по сохранению культурного наследия, и предстоит проработать вопросы защиты таких построек. Речь идет о Финляндском вокзале, ансамбле жилых домов на Свердловской набережной, доме Змее в Сосновой поляне, здании Морской академии имени Макарова в Стрельне, здании детского сада в Саперном переулке. Итак, ренессанс эпохи советской архитектуры или конец эпохи советской архитектуры. Судьба многих объектов, построенных в Ленинграде, сейчас буквально в смысле поставлена на карту. И хочется спросить, а какие сейчас существуют критерии, позволяющие определить, памятник это или не памятник? Вообще, риторический вопрос, а судьи кто? Кто потом будет нести ответственность, если будет допущена ошибка? А таких ошибок мы знаем много и в истории Ленинграда, и в истории Петербурга. Тему продолжит Наталья Бандурина. Еще один борт идет на посадку. Внезапно выныривает из серых петербургских облаков. Лечу на пять стаканов. Так не по уставу говорят про наши Пулково летчики. По крайней мере, Александр Самарин, который только что мысленно посадил самолет, именно так и говорил, когда работал пилотом гражданской авиации. Почему мы такое прозвище дали? Потому что сверху досмотришь, получается как будто пять перевернутых рюмок, накрытых стаканами. И говорят, о, наши пять стаканов. Командир корабля, второй летчик, штурман, бортмеханик. И была еще традиция, заборов не было вообще. Выходили, садились где-нибудь на травки, прям доставали бутылку и, глядя на эти пять стаканов, наливали настоящие. Серьезно? Прямо на травки, вот прям рядом с аэропорта? Абсолютно. Серьезно? Прозвище «стаканы» получили конусообразные фонари на грибовидных опорах. На самом деле модно, стильно, в духе 70-х. Время, когда в аэропорт приезжали не за два часа, а минут за 20. Без всяких досмотров проходили в салон. Кому, скажи сейчас, не поверят. У подножия Пулковских высот, почти на четверть километра, протянулся, словно сотканный из бетона алюминия и стекла, вот этот громадный корпус. Пулково на тот момент самый большой терминал в СССР. В год через него проходило по 15-17 миллионов человек. Из-за круглосуточной работы место притяжения не только пассажиров. Летим на пять стаканов. Это не только кодовые слова летчиков. Здесь в середине 70-х популярный круглосуточный бар, в котором с утра до ночи изменили вполне себе настоящие стаканы. Проект архитектора Александра Жука получил госпремию, а пулковские стаканы очень скоро стали еще одним символом города. Именно поэтому, когда появилась информация о возможном сносе знаменитого здания сегодня, в Союзе архитекторов отреагировали сразу целым списком так называемых позднесоветских построек, которые надо не только сохранять, но и охранять. Четыре объекта из 18-ти одобрили в КГОП. Итак, это ТЮЗ, пятый корпус ЛЭТИ, здание спортивной школы на Малом проспекте Васильевского острова, яхт-клуб на Петровской косе. Аэропорт Пулково-1 пока под вопросом. Сцена оснащена 26 штангетными подъемными, электромеханическими, которые находятся над сценой. Они все управляются с пульта, с компьютера. В единственном театре города, где в буфете не продают алкоголь, действительно все для детей. Зал в виде амфитеатра почти не граничит со сценой, которая благодаря передовой инженерной мысли в конце 50-х стала подвижной. На ней и под ней несколько этажей. Это не просто здание, это постоянный соавтор режиссера. У нас есть спектакль, где актеры появляются снизу, то есть они проходят сюда в трюм, они появляются, стоят сюда вот на этот люк провала, этот люк провал поднимает, то есть площадка поднимается достаточно быстро наверх, и актер появляется на сцене. Всегда ли он поднимается? Не было такого, что он застревал в этом лифте? Нет, такого не было, чтобы он застревал, слава богу, да. Поднимается он всегда. Несколько лет назад тюз хотели сносить, якобы построить новое здание дешевле, чем отреставрировать старое. Тогда впервые заговорили об охранном статусе. Теперь, когда доминанта Пионерской площади станет памятником официально, бояться нечего. То ли пирамида с одной стороны, то ли крепость с другой, или корабль с мачтами, трубы может быть сложно. Сочиненная конструкция – это пятый корпус электротехнического института. Нет, вы посмотрите, насколько вот оно проработано, оно продумано. Он тоже получит охранную грамоту, и вместе с ней так называемые обременения по содержанию объекта. Это значит, что все работы на нем теперь нужно будет согласовывать с КГО, условно даже лишний гвоздь в стену не вбить. И это обратная сторона статуса памятник, которого многие балансодержатели опасаются. Признание здания памятником – это определенные риски. У нас получается, как война на баррикадах. Профессиональное сообщество на одной стороне, город на другой стороне, собственник на третьем. И каждая уступка воспринимается как поражение. Мы должны понимать, что мы не просто так боремся за сохранение истории и культуры. Это и увеличивает и туристический потенциал нашего города, и качество среды. Придется разбираться и с этими пластиковыми дверями, и иным новоделом. В любом случае, творение архитектора Оливиаша во многом опередило время. У нас уже были эти странные формы, тогда как в Париже только через 10 лет появится центр Жоржа Помпиду. Революция в архитектуре случилась в Ленинграде. Неспециалисту сложно понять, по каким принципам сохраняют то или иное здание. Архитекторы видят уникальность конструкции, обыватель привязывает к месту свои воспоминания. ЛДМ – дом легенда. Здесь Цой спел группу «Крови» впервые, а его не поняли. Здесь, на комсомольской площадке, устроили филиал рок-клуба. История творилась одним словом, но это не спасет эти стены от бульдозера. Дом как дом. Таких санаториев у нас сотни было построено. Архитектурного какого-то смысла нет. В чем прелесть? Наверное, это зимний сад, сам факт зимнего сада, что был зимний сад, чуть ли не единственный. Пандус был, вот это тоже было так. Назвать это архитектурным памятником, наверное, сложно. Был когда-то на московском проспекте просто сад. Назывался он «Олимпия» по названию дореволюционного кинотеатра. Вот так он выглядел в 50-х. Построенное в саду здание уже в наше время должно было стать музеем олимпийского движения. Музея олимпийскому движению не случилось. Зато появился памятник не то чтобы градостроительной ошибки, а скорее архитектурному безвременю. Тогда что не строили, все получался торговый комплекс. Вообще это все очень тонкая материя. Архитектурный облик города. Всего одна ошибка и нет больше уютного парка. Пример того, насколько ответственно нужно относиться к тому, где в предложении «Сохранить нельзя, сносить» ставит запятую. Наталья Бандурина, Пульс города. В заключении наша рубрика «Кино и песни Ленинграда». Ее мы посвящаем главной теме нашего выпуска. 78-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день, 27 января 1944 года, стреляли 324 орудия. Вы можете себе представить? 324 орудия! Это была такая канонада, такой салют. По воспоминаниям очевидцев, отблески этого салюта видели даже солдаты Волховского фронта, находясь в окопах. Это был символ избавления от ужаса и смерти блокады. Это было возвращение к жизни. Возвращение, освобождение, спасение. То, про что Ахматова пыталась выразить в своих стихах. «И в ночи январской беззвездной, сам девясь небывалой судьбе, возвращенной и смертной бездны, Ленинград салютует себя». «Вознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестные войска Ленинградского фронта». «Город над вольной невой, город нашей славы трудовой, Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню мою». «Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню мою». «Здесь проходила, друзья, юность кобсомольская моя, За родимый край с песней молодой, С мироместники рядом со мной». «С этой поры я гневой, Где бы ни встречались мы с тобой, Старые друзья, Я вас нахожу, Беспокойную юность мою». «Старые друзья, Нас я нахожу, Беспокойную юность мою». Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы Вы почувствуете себя чуть более осведомленными петербуржцами. Мы вернемся в эту студию ровно через неделю, Чтобы вновь и вновь сказать вам, Это ваше право видеть и знать, Чем живет великий город наш долг дать на веще. Я Юрий Зинчук, всего доброго, И хороших новостей!